Золотый мой человек, вы скажите, сегодня святкуется день семьи, любви и верности. Видаете вы такое свято? Ведаю. А святкуете в хате поляну там накрыть? Поляну легкое. Самое главное. А женский символ этого свято Рамоночек. Можно пойдете, где у поля насчипаете? Легкое. Легкое. А если видите, вы про Петра и Февронию, на каких это свято установлено? Чули? Чул, чул. Ага. Вот это была лебедина верность, можно сказать. Так, так, так. Само помню. Такое помню. Само читали. Читали. Полисти проходили. Доброго вам дня. Доброго дня. Веншую вас со святом. День семьи, любви и верности. Разумеется, что. От коханья мостного, здоровья, доброго быта. Дозвольте запытаться, вы святкуете такое святое? Это день семьи. Да, святкуе. У меня семья большая. Ага, ага. А это святое для вас оно что значит? День семьи это что значит? Семья это самое главное для любого человека. Без семьи и не туды, и не сюды, говорится. И не туды, и не сюды. Ага. А вот слышали вы про Петра и Февронию, у гонор яких это святое означает? Нет, не слышала. А это были такие закоханные, вот и он был княжем, и она просто девчинкой, и она его вылечила, если украсться, а потом они как померли, в один день померли, да. Их разом поховали по особку, и они хотели разом. И они еще на разных кладбищах их это значит поховали, а они один до одного шмор-шмор, понимаете, что это вот их до лику святых. Вот скажите, вы такое каханье верите вось, которое... Да, естественно. Скажите, Кали ласка, вот такое свято, оно нам потребное? И вот эти верите в такое каханье, которое на века? Верим. Верим. Конечно. А сами бачили такое состракали? Конечно. Еще все впереди. Это тоже правильно. Я вообще тоже жду своего Петра, жду своего Петрыка, что-то нету и нету. Справа тем, что символом этого свято является Рамоначек. Вот как вы видите, это такая кветка такая, ну, подходит, что это такое свято? Чего розами надо было вставать? Нет, Рамонак. Рамонак. Хорошая Рамонак. Простый, спокойный, красивый цветок. Те видаете, вы цудованную историю про Петра и Февронию, у гонороких святкуется День любящих и верностей? Да, конечно. Это же большой пример для подражания. Для учешения. Да, да, да. А вы бы так хотели в один день любить-любить один одного, кахать-кахать, потом один день померьте и разом быть уже в могиле? У могиле? Нет. Я бы немного хотела отдохнуть. А, ну, тоже правильно. А я вот как-то что-то думаю, что муж и правда. Скажите, вот день семьи, любви и верности, это какое святое, оно больше семейное, а все-таки больше такое национальное для всех? Ну, конечно, это более интимного характера праздник, который хочется проводить в кругу своей семьи. Я же муж взбег ваш. Ой, не муж, я забыла. А теперь можно у вас запытаться? Можно. Сегодня святкуется День семьи, любви и верности. Вы будете в хате святковать там? Ну, вот, как бы сказать, сейчас уже придется, да, буду. Придется, да. Там накрыть, что хорошее там поесть и святовать. Да, да. Скажите, такое святое, оно вот у вашей семьи, ну, как бы ценится, вот, и оно там Новый год все любят, а День семьи, это важный день. Ну, мне кажется, его просто популяризировать нужно, да, потому что я честно скажу, я не знала, что именно сегодня он отмечается. Сейчас начнем. Да, вот, поэтому, если все будут знать, я думаю, что и праздник ценится будет. Сейчас всем расскажем. Да. Решуем вас со святым днем семьи, любви и верности. Вы, скажите, скажите, святкуете в ухате в этот день? Нет, я же разведел. А, ну, та, а семья может быть розной, и суседи могут быть семьей, а любовь она вообще до природы и до всего? Нет, а что-то языческое, такого нет. А это святые наши? Ну, нет выходного дня. А выходного дня? О, это неправильно. Как бы в выходный день были бы массовые гуляния. Будут, я за это. Ага, ага, ага. Можно вас запытаться? Ну, можно. Веншуем вас со святым днем семьи, любви и верности. Спасибо. И вас также? Дякую, дякую. Ой, это у меня, это профессийное мое свято, можно сказать. Замужем? А, конечно. Три раза уже была. Детки есть? А, ну. Да, конечно. Скажите, колеласка, вы ухате святкуете таки день? День семьи? Нет, семьи нет. Ага. Каждый день у нас праздник. О, о, а я вижу по глазам шестого человека. Вы тоже выглядите вполне счастливой. Дякую. Чи чули вы ту знакомитую историю про Петра и Февронию, гонор яких святкуется гэта свят? Чула. Ага, ага. Як яны утрюне разом переворачиваются. Одзин до одного тянет, тянет. 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 Вы верите в такое коханя, что оно исходит? Я ведаю такую историю, аль я не на то у ей веру. И она не такая пригожая, как нам сдается на протяг густых годзев, и она не изменилась. Добавили кое-что. Да, да, нечто упригожили. Упригожили. Ну, это завжды так. Я тоже издалека красивой кажусь. Не, вы пригожая. Вы великая такая и пригожая. Дякую. Хороших человеков повинно быть многих. Ой, не говорите. Надо мужику моему сказать. Мы вас веншуем. С днем семьи, любви и верности. Спасибо большое. Скажите, а вы будете сегодня святковать такое свято? Ну, наверное, да. Уже будет. Дети, я вам так скажу. Дети, мамку, магазин. Сегодня великое свято. У нас есть еще одна дочь старшая. Ой, да вы что? И все ваши? Все мои. Ой, молодцы, веншуем. Спасибо большое. Скажите, а вы те чули про Петра и Февронию, в гоноре каких это свято означается? Нет. К сожалению, стыдно. Видите, вельми цудовная история. Такая за душу хватая. Вельми на один одного кахали. Ой, ну, все же все разом. Почитайте, вельми цикало. Хорошо. Что вы пожадаете всем шамейным? Я знаю, что пожадать. Берите приклад. А и сыночка еще надо? Нет, уже хватит. Девочки, вам надо брат? Им надо брат. Им надо брат. Им не надо брат. Мы подумаем. Я желаю, чтобы у всех было много-много радости, семейного счастья, тепла и благополучия. А вы это уже поженились в тишине? Что? Поженились, но мы думаем развестись. Ой, не надо. Потому что знаете что... Все потом еще пожениться. Два раза. Это вы хорошо придумали. Оригинально. Ведайте справа тем, что святкуется день семьи, любви и верности. Вы тишули про таких Петра и Февронию закаханных людей молодых? Ну, почти. Пошли. Это я так один одного любили, так любили вам не высказать. Скажите, вот вы будете святковать сегодняшний день? Конечно. Да. А куда? Ресторан или у хати по щамейному? Ну, взяли вина уже два. Два по два. Два по два. Два по 07. Ой, и тогда будем святковать. Обедайте символ сегодняшнего святой рамонки, так что надо жёнки рамонки. А зараз надо... Зараз шти рамонки. Рамоночки. Что вы пожедаете у сим за каханом? Каханя. Каханя, любви побольше. Чтоб не угасло. Нет, каб не бил самое главное. Тя не била. Это еще важнее. Каб не бил. Потрясающе выглядите, правда. Привет. Дякую. Хорошо. Вы пишем? Веншуем вас со святым днем семьи любви и верности. Вы тишули про такое? Конечно. У нас уже День Петра и Феврони, если я не ошибаюсь. Правильно, правильно. Вы так же слышали их чудовую историю каханья? Потрясающая история. Их просто развезли по разным монастырям, а потом они поднимались из своих могил, и это считается днем любви и верности. Окей. Они же один до одного тянули их. Конечно. Никакие пирожки не помешали им быть один. Они же просили разом быть. Конечно просили. Это люди не послухали. Скажите, как вы будете святковать этот день? Я, наверное, позвоню своему хорошему другу, потому что у нас договоренность, что мы рано или поздно с ним поженимся. Мы пока что дружим, но потом мы поженимся, потому что почему бы и нет. Он в курсе стоит. Да, он в курсе. Эдик, извини. Извини, просто извини. Вот. У нас с ним договоренность, что когда мне исполнится 24, а ему 27, мы вот обязательно поженимся. У нас будет дом, несколько собак. Для меня лично кошки, дети будут бегать. Любви, семьи и верности. И еще там будет, говорится. И еще будет на месте. Конечно. Все будет. День семьи, любви и верности. Вы слышали про такое? Нет. А вы вас мешаем. Скажите, вы у хати, я вам сегодня рассказала, что такое свято, будете как-то святковать? Ну, уже будем. По-любому, да. Я уже с таким людям рассказала сегодня. О! Цветульку надо купить. А что вы пожадаете всем семейным людям? Здоровье и здоровье. И здоровье. Это самое главное. В ваших сенсах вам всего самого наилепшего. До свидания. До свидания.